Здравствуйте дорогие участники интенсива онлайн магазин. В рамках этой обучающей программы вы создадите современный многофункциональный и качественный интернет магазин на своем личном пространстве, а не на каких-то там сторонних сервисах конструкторах. Создавать будем на примере магазина модной обуви. Пример магазина вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Вы разберетесь в создании и функционировании своего магазина, сможете самостоятельно управлять им и тем самым минуете такую головную боль, как работа с фрилансерами или программистами по разработке вашей уникальной площадки, которая для таких специалистов будет очередным проектом, работу над которым нужно как можно быстрее, лишь бы как закончить. Как говорится, хочешь чтобы что-то было сделано так, как тебе надо, сделай это сам. Кроме того, данный интенсив позволит вам сэкономить значительные суммы денег, которые вы бы потратили на услуги фрилансеров или программистов. Эти суммы исчисляются десятками тысяч рублей. Итак, для того, чтобы приступить к разработке магазина, вам нужно создать и подключить домен и хостинг, а также установить WordPress. Если вы не знаете, как это сделать, то в описании к этому видео будут ссылки на мои уроки. Домен в зоне.ру обойдется вам примерно в 180 рублей за год, а соответственно хостинг будет вам стоить примерно до 320 рублей в месяц. Обязательно пройдите эти два урока, ссылку на которые я дал вам в описании, для того, чтобы продолжить обучение. Создайте домен, подключите хостинг и установите систему WordPress, а затем присоединяйтесь к нам. Мы же в свою очередь переходим к созданию интернет-магазина. Для начала нам нужно обновить наш WordPress. Для этого кликаем по соответствующей ссылке. Далее перед нами открывается окно, в которое мы кликаем вот по этой кнопке, расположенной в разделе русская версия WordPress. После чего перед вами откроется вот такое окно. Теперь мы переходим на главную страницу панели консоли редактирования, кликну вот сюда. Далее мы закрываем вот эти ненужные области, затем переходим в панель настроек экрана. Для этого кликаем вот по этому значку раскрывающегося списка и убираем флажки во всех чекбоксах, кроме на виду и активность. Теперь нам нужно установить тему оформления. Для этого наводим курсор на вкладку внешний вид и выбираем раздел темы. В появившейся панели кликаем по кнопке добавить новую, после чего в область поиска новых тем вот сюда вводим название темы. Давайте введем онлайн шоп. Нас будет интересовать вот это решение. Нам нужно навести на данную тему курсора мыши и кликнуть по появившейся кнопке установить, а затем поактивировать. И как вы видите наша тема активировалась. Теперь нам нужно установить плагины. Что такое плагины? Плагины это готовые программные решения, с помощью которых можно разнообразить свой сайт. То есть с помощью плагинов мы установим для своего сайта функционал магазина, настроим всплывающие окна и многое другое. Для начала нам нужно перейти в панель плагинов. Для этого мы кликаем вот по этой вкладке. Как вы видите у нас установлены два шаблонных плагина, которые необходимо удалить. Для этого мы отмечаем их галочками вот в этих чекбоксах. А затем вот в этом раскрывающемся списке выбираем удалить и кликаем по кнопке применить. Теперь когда наш каталог с установленными плагинами пуст, мы должны установить те программные решения, которые будем использовать при разработке магазина. Для начала давайте установим три плагина, с помощью которых разработаем всплывающие окна с формой обратной связи. Для этого нам потребуются плагины MaxButton, PupUpMaker и VPForm. Давайте для начала установим VPForm, с помощью которого создадим форму обратной связи. Итак, для добавления нового плагина нам нужно кликнуть по кнопке добавить новый. После чего в появившемся каталоге плагинов нам необходимо в область ввода, расположенную в правом верхнем углу, ввести название плагина. Давайте введем VPForm. Нас будет интересовать вот это решение. Итак, мы кликаем по кнопке установить. Теперь установим по уже известному вам алгоритму следующий плагин PupUpMaker, с помощью которого создадим всплывающие окна. Нас будет интересовать вот это решение. Да, и кстати, вот вам совет, сверяйте название и автора плагина с тем решением, которое вам советуют использовать во избежание инцидентов установки неправильного плагина. Далее нам нужно установить плагин MaxButton. С помощью него можно будет создать и разместить различные кнопки на сайте. Далее мы установим плагин, расширяющий возможности панели редактирования вводимого текста на страницах WordPress. Нас будет интересовать вот этот плагин. Затем мы установим плагин по созданию и размещению дополнительных слайдеров, который называется Metaslide. Ну и конечно, просто необходимо установить плагин, позволяющий настраивать функционал интернет-магазина. Это плагин WooCommerce. Итак, мы кликаем по кнопке «Установить», а затем «Поактивировать», после чего запускается мастер настройки стандартных параметров магазина. Внимание! Обязательно пройдите настройку с помощью этого мастера. Не закрывайте его, а настройте все обязательные параметры вместе с ним, иначе WordPress не создаст для вас ключевые страницы магазина. Эта ошибка встречается очень часто в 70% случаях. Обязательно пройдите установку WooCommerce через мастера. В этом мастере вам нужно ввести базовые параметры – местонахождение магазина, то есть город, адрес и офис. Кроме того, мы выбираем валюту, в которой будут производиться расчеты, а также можем выбрать, какой вид товаров будем продавать и определяем, будем ли мы заниматься всем этим лично. Да, если вы хотите, чтобы разработчики плагина WooCommerce собирали информацию о корректности работы на вашей платформе, то оставляйте галочку вот в этом чекбоксе. Если не хотите, то снимайте ее отсюда. После того, как мы указали все базовые настройки, нам нужно кликнуть по кнопке «Поехали», в результате чего перед нами откроется второе окно настройщика. Здесь необходимо настроить прием оплаты от ваших клиентов, а также реквизиты нашего магазина. Мы это сделаем чуть позже, поэтому кликаем по кнопке «Продолжить». Доставку мы также настроим чуть позже, но для того, чтобы продолжить установку базовых параметров, мы должны ввести вот в эти поля стоимость доставки. Давайте пока введем 300 и кликнем по кнопке «Продолжить». Далее в двух последующих окнах кликаем по ссылке «Пропустить этот шаг», после чего в финальном окне выбираем кнопку «Перейти в консоль». Итак, давайте теперь наведем курсор мыши на вкладку «Плагины» и выберем «Установленные». Как вы видите, у нас активирован только плагин WooCommerce. Нам нужно активировать все установленные нами плагины. Для этого мы выделяем их в соответствующих чекбоксах, а затем из вот этого раскрывающегося списка выбираем «Активировать» и кликаем по кнопке «Применить». Как вы можете заметить, все наши плагины активировались. Конечно же, скорее всего, по ходу разработки магазина всплывет необходимость доустановить какие-то плагины еще, но это мы уже будем делать по факту. С настройкой программного обеспечения мы закончили. Теперь нам нужно перейти к созданию каталога с товаром. Об этом и поговорим на следующем уроке.